Да, ну я стараюсь привозить в Пензу программу современной музыки. В этот раз я хочу познакомить зрителей с музыкой, американской музыкой, начала эпохи модерна, это 20 век, Копланд, Гершвин и Чарльз Айвз. То, что очень редко звучит, Чарльз Айвз, его вообще редко играют у нас в России. Но это как раз основа всей будущей всего 20 века и 21 века современной музыки. Музыкальный язык, приемы. Поэтому в этот раз я познакомлю пензенских слушателей с американской музыкой эпохи модерна. А вот вы заступаете в Германию, в Италию, в Италии. Да. Отличается публика? Я пензенскому, как у вас, по-моему, в основном, это публика. Ну, а публика, в общем-то, везде реагирует одинаково на хорошее исполнение. И красивую музыку, она всегда благодарна. Ну, как бы, если не удачная, ну, тоже как бы по-разному. Но отличается по… Германская музыка, немецкая публика, она интеллектуальная. И они, у них немножко восприятие музыки другое. Они слушают с партитурой, любят тщательное исполнение. И немножко восприятие музыки у них, они больше любят такую техничную, динамичную музыку. А итальянцы, они, наоборот, более любят легкую, веселую, воздушную. Например, они не очень воспринимают Прокофьева, Шостаковича. А вот немцы как раз очень воспринимают Прокофьева, Шостаковича, серьезную такую. Вот Чарльза Айза, они очень тоже ценят интеллектуалы. Вот, каждая страна имеет свои особенности. А здесь пензенская публика, ну, так как приходит очень много, помнят меня и знают, она всегда, в общем-то, с благодарностью и с интересом воспринимает эту музыку. Ну, вот те люди, которые приходят на мой концерт. Вот, это музыканты, врачи, как бы, знакомые. Вот, да, интеллигенция, да, пензенская. Поэтому вот такая ситуация. Ну, они воспринимают эту музыку, потому что по прошлым годам и моим исполнении я стараюсь играть все равно романтичную современную музыку, чтобы она была доступна для слушателей. И, в общем-то, она нравится. Вы сказали, вот, о немецкой публике. Неужели, вот, на самом деле, люди подходят потом с партитурой, говорят, а вот здесь вы допустили ошибку? Нет, они, конечно, не подходят. Они очень тактичные, очень культурные и вежливые. Я вообще, как бы, удивляюсь. Они всегда ценят труд артиста. Даже если им не понравится, они этого не скажут. Но вот по аплодисментам, или если там браво, как бы, кричат, не так часто они. Они хлопают даже, тепло и все. А следят, потому что они интеллектуалы, они вот очень любят точность, техничность. И восприятие музыки у них другое. Она идет от разума, от партитуры. Скажите, пожалуйста, как девчонку из пензы вот занесло в такие дали? Ну, так просто образование получала в Петербурге. Я уехала, чтобы двигаться по музыкальной карьере. Конечно, нужно жить в столицах. Поэтому, как бы, уехала, закончила консерваторию, аспирантуру. И дальше поехала по Европе. Я очень много езжу, стала концертным исполнителем. А сразу приняли русскую? Да, русская фортепианная школа, она везде, как бы, вот я оценила нашу школу по восприятию людей в Европе, за рубежом. Она считается все равно номер один. И самые лучшие педагоги сейчас до сих пор все равно это русские педагоги с русской школой. Что вы помните о первой музыкальной школе? Ну, у меня очень теплые, и даже до сих пор, когда я приезжаю, я приезжаю как в родной дом, потому что там сохранился коллектив. Те люди, с которыми я еще когда училась, они работают. Там как свой родной дом, очень культурный, очень интеллигентный, очень теплое восприятие. Мой педагог Нелли Александровна Петропавловская, которая в первой музыкальной школе... Она еще есть? Нет, 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 есть она, нет. Ее на концерте просто нет, она болеет. И в училище я училась у Инны Михайловны Кулаевской. Вот это мой педагог, с которым до сих пор поддерживаю отношения, и она очень, так сказать, поддерживает меня. Очень приятно. Вы сняли в 2013 году, да? Или в 2014 в картинной галереи? Да, да, вот в прошлом году, в 2014 год. То есть вы считаете свои обязанности приехать сюда? Нет, я просто приезжаю, как бы, пока... У меня мама здесь живет, и я раз в год приезжаю, два раза в год, и стараюсь давать концерт, вот пока живы мои педагоги, родители, вот как бы, вот поэтому. Спасибо вам большое.